Ну, то есть вы понимаете, о чём я сейчас вам говорю, что я вам рассказываю технику, как погружаться в память. Медленное повторение, голос, как должен звучать. Есть третий подзвук, а есть звук эмоций, допустим, Аллилуйя, Аллилуйя, вот, он не побеждает судьбу. Есть звук настроения, Аллилуйя, Аллилуйя, он не побеждает судьбу. А есть звук памяти, Аллилуйя. Я как бы вспоминаю что-то в это время. Звук памяти побеждает судьбу. И это касается всего в нашей жизни, допустим, вы заблудились в лесу. Вот, допустим, вы повторяете, Аллилуйя, Аллилуйя, не побеждает судьбу, никто не придёт. Второй вариант, Аллилуйя, Аллилуйя, тоже никто не придёт. Третий вариант, Аллилуйя. Это звук памяти. Люди услышат вас. Понимаете? Да. Или, допустим, я тебя люблю. Вот, мужчина повторяет. Женщины все слушают внимательно. Чего он там любит, не любит, дурит, может. Но очень важно для женщин. Риск. Первый вариант. Вот женщины все знают, как звук должен звучать. У них в сердце это чётко работает. Первый вариант. Я тебя люблю. Не верю. Чувствуют, не верю. Второй вариант. Я тебя люблю. Не верю. Третий вариант. Я тебя люблю. Жи, а лучше. Это звук памяти. Звук памяти. Видите опять? Вот таким звуком и с Богом надо тоже общаться. Понятно? Да. Когда мы молимся о себе, вот о таре. Я вчера вас спрашивала, да, у какой когда? Можно встать встать встать? Мы никогда не молимся о себе вообще. Мы вот, допустим, сказали перед молитвой, это для себя, чтобы выйти замуж. Или это для того-то. А теперь вы забываете про себя и просто славите Бога. И если вы, не дай Бог, о себе вспомните, в это время вы прекратите молитву. Только думать о Боге, славите о Нём уже. Всё о Нём. Вы Ему, Он вам. В то время, когда вы Его славите, Он сразу резким движением начинает исправлять вашу ситуацию, потому что Он знает, что вы очень мало можете по времени думать о Нём. Он на старте, внимание, у нас в низком старте находится. Как только мы о Нём начали думать, он сразу быстрее, 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 потому что, как только мы о себе, мы сердце заняли сами, Он туда уже не зайдёт. И поэтому очень мало у Нём времени, потому что мы Ему мало времени даём. И Он старается, Он хочет помочь, но мы не даём. Мы не пускаем Его в сердце, мы сами думаем о себе. Сам думаешь о себе, сам себе и помогает. Ты Его славишь, Он тебе помогает. Про Него забыл, Он не может тебе помогать. Всё. Вот так работает система. Как вообще побеждается судьба? Что такое судьба? Судьба — это энергия, которая разрушает нашу жизнь. Она действует из сердца. Как она действует? Через людей. Сначала в сердце она попадает из сердца, влияет на людей, через наше сердце влияние идёт. И они начинают всё складывать мнение о нас, какое-то плохое. Всё, дальше действует судьба. И человек такой, ну ты вроде ничего плохого не делал, а он тебе плохо думает. Всё так действует судьба. Понятно? Или нет? Через людей она действует судьба. Да. И мы так очень огорчаемся, думаем, блин, как ты мог так подумать, да я тебе отъявил всю жизнь там. Судьба. А что вы можете сказать о младенцах, которые рождаются и умирают рядом? А что они заканчиваются? Да. Отстрелялся и пошёл в рай. Ну то есть он рождается на короткое время, потому что ему здесь делать нечего. У него немножко кармы осталось вот здесь на земле. Он чуть-чуть здесь побыл и потом в рай. А что здесь делать, если всё, закончилась судьба? Здесь делать нечего уже. Ну ты, допустим, зашёл в магазин, хлеб купил, что там делать дальше? Пошёл дальше. Мы всегда всё делаем, потому что мы где-то находимся всегда по делам. И в жизни точно так же. Вот здесь на землю зашёл, карма закончилась. Я ни одного младенца, который умер в ране, не увидел, чтобы он не пошёл в рай. Я всех вижу, что только в рай. Ну он как младенец, обычно это чистый такие младенец, светлый, ничего плохого никому не говорил, всё, только радовался всем. И в этом раз заболел резко и ушёл, и всё. И он в рай уже оттуда улыбается всем. Здесь он отработал свою судьбу, всё, перестрадал. И всё, и дальше. Сейчас вот много людей погибает на войне. Все, кто погибает, вот это как мученики. Они большинство идут в рай. Недавно вот была ситуация у женщины. Муж выпивал, гулял. Ну, он жил с женой, честно, как мог. Выпивал, гулял, жил с женой. Ел мясо там, ну, в общем, никакого рая ему вообще не светило, то есть вообще никак. Ну, пошёл на войну, погиб там, пошёл в рай. Переспрашивается, почему Бог так сделал, что Он его отправил на войну. Я начал смотреть разные варианты его судьбы. Она очень переживала, жена, и, ну, переживала, что она не удержала его, не смогла удержать, что он вот пошёл. Она переживала сильно и узнала у меня, как бы было вот так. И это очень важно разобраться. Вот если бы он остался, что бы было, он бы пошёл в ад. Она бы его изменить не смогла, он был упрямый. Она занимается духовной практикой, молится, он, ну, как бы, он пошёл на войну, погиб. Результат? Он в раю. Лучше же в рай пойти, там всё-таки другая жизнь. Там более возвышенные существа живут, там больше возможностей думать о Боге. Есть два вида рая. Есть рай, в котором в основном все балдеют, а есть, где служит Богу. Но даже туда, если попадёшь, где балдеют, по крайней мере, там очистишься как-то, поживёшь, это лучше, чем в ад пойти там. Потом вообще у тебя психическое тело деформируется, потом вообще животным родишься. В общем, Бог всегда, я сейчас изучаю эту тему ухода из жизни. И я смотрю, в основном все люди, все, кто уходит, они уходят в нужное время всегда. Вот если бы он не ушёл, было бы хуже. Он бы деградировал. То есть, Бог всегда забирает человека тогда, когда ему лучше, чтобы подняться выше. Или второй вариант, ещё бывает, что человек так сильно деградирует, что Бог его забирает, чтобы он дальше ниже не пошёл ещё. Ну, то есть, он говорит, ну всё, этому достаточно уже куда там ещё ниже, у него и так уже всё полный капец. И он его раз пораньше забирает, чтобы тот не пошёл ниже. Но если говорить о младенцах и вот людей, которые погибают на войне, то они все, ну, во большинство случаев в рай идут. Люди же ничего к ни зла никакому не хотят. Они там забрали их, они выполняют задание боевое, там погибли в результате выполнения. Идут в рай, они же никому ничего плохого не хотели, просто защищали Родину там и всё. Девять, говорю, мой на войне погиб, в ноябре 22-го. Как зовут его? Николай. Брай, пошёл. Брат, что он Николай, но тот не жил, как сказал. Это уже мой родной брат, у них два месяца, давайте. Но он же не на возне погиб. Не на войне, он не тяжёлый. Ну вот видите, вот об этом я и говорю, что Бог многих сейчас людей на войну берёт, чтобы им получше как бы следующее рождение сделать. У него свои планы. Мы вот посмотрим, смотрим по-своему, смотрим на этот мир, а у Бога свои планы. Он хочет, он же ни одной жизнью нас видит. Он нас видит в перспективе, как улучшить человеку. Понятно? Ладно, хорошо, что вы это поняли. Давайте теперь поговорим вообще о том, как побеждать судьбу. Вот допустим, у тебя есть какая-то трудность, она разрушает жизнь. Тебе плохо становится, ты не можешь жить. У тебя всё хуже, хуже, всё, ситуация какая-то загнанная. И ты просто в тупике. Поднимите руку, вот такая вот ситуация в жизни. Всё. Вот смотрите, что надо делать. Кроме вот методичку читаем, делаем все эти аскезы по методичке чётко. Неважно там, какие у вас болезни, чё, всё, вот по правилам, как там написано. В воде сидим, статику делаем, динамику делаем, пост делаем. Отчаиваем своё существование. Кроме этого, нужно ещё учиться молитве. То есть делаем во время неподвижного положения тела, когда мы не двигаемся, мы начинаем совершать молитву. Ну то есть, допустим, стоишь или на коленях стоишь, или в бабочке сидишь, или в алмазе. Статическое упражнение сильно помогает читать молитву, потому что, когда человек не двигается, у него начинает благоприятная среда создаваться. У него энергия знания начинает двигаться в организме, и она включает память. Тебе легко сосредоточиться, особенно это в утреннее время хорошо делать. Ну и можно рано, утром может чуть похоже. До, в целом, до 9 часов утра очень хорошо помолиться. Когда человек молится, то есть он повторяет медленно. Если молитвы побеждаешь судьбой, ты не торопитесь, не торопитесь, там, быстрее бельзе. Некоторые думают, что чем быстрее повторяешь, и больше прочитаешь, тем быстрее победа над судьбой. Ты можешь молитвенное правило выполнять быстрее, потому что ты обещал, там, кому-то, допустим, инициацию получил. Но если ты хочешь побеждать судьбу, то надо его повторять молитву очень медленно. Повторять медленно от сердца и благодарить Бога в этом настроении нужно находиться. И включать голос тех, кто молится, обязательно, иначе ты будешь думать о своей жизни, о себе, и ты не будешь побеждать судьбу. Побеждать судьбу – значит оторваться от себя. Есть два способа. Или ты сильно любишь наставника, и во время молитвы думаешь о нем, и тогда тебе не надо ничего включать там. Но если у тебя такой любви нет, милости такой ты не получил, то хотя бы слушай тех, кто молится, и вибрируй их, синхронизируй с ними, и соединяйся с их настроением во время молитвы. Когда человек начинает совершать молитву, то первое, что происходит, у него постепенно, постепенно, со временем страдание или прикованность сильной памяти к ситуации начинает снижаться. То есть вот ощущение океана, страданий превращается все меньше, 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 меньше. И в Ведах говорится, что когда уже этот океан превратился в лужицу от телячьего копытца, то есть телячья копытца, она очень маленькая. Когда маленький теленочек рождается, у него копытца вот такой величины всего, такие маленькие. И когда дождь проходит, и телята идут маленькие вот такие, они делают дырочки в земле, и они заполняются водой. И получается такая тоненькая лужица такая маленькая. И вот сравнивать с этими лужицами, океан страданий был в твоем сердце, не мог оторваться от боли, которую ты чувствовал, и она осталась, боль, ну ее почти нет, это совсем маленькая. И с этого момента можно уже, эта стадия закончена, это первая стадия победы над судьбой, когда сердце по поводу события конкретного становится спокойным. Вот близкий человек ушел, муж, допустим, тебе плохо, и ты начинаешь помнить о Боге. Память о Боге сжигает судьбу, сначала убирает ее силу. Сила означает сильно помнишь и много страданий. Сначала сила, вот пока сила не уберется, дальше ничего не происходит, понимаете, нужно убрать силу сначала. И поэтому ты молишься, 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 слушаешь о Боге. Лучше всего молиться непрерывно достаточно долго, потому что если ты долго один раз, лучше реже и дольше, чем чаще и понемножку. Потому что только после 40 минут начинается реальная победа над судьбой. 21-25 минут молитва идет просто на то, чтобы у тебя этот день нормально прошел. А потом уже, следующие 15 минут после 25, уже начинается победа над судьбой. Лучше всего молиться 65 минут, потому что 65 минут это энергетический цикл в психическом теле. Но я сейчас объясню, что это такое. Вот ты когда не двигаешься 65 минут, там можно, когда делаешь статические упражнения, допустим, возле стеночки, плохо стало, присел на 20 секунд и опять встал. И это не прерывается, ну, аскеза. А эта аскеза что делает? Первые 13 минут идет очищение твоих отношений с окружающим миром. Вторые 13 минут твои эмоции очищаются, эмоциональное состояние. Твое реагирование на людей, на все. Следующие 13 минут очищаются мысли твои. Потом следующие 13 минут очищается твое настроение. И последние 13 минут очищается глубокое восприятие мира. Пять стадий. По 13 минут, 65 минут все получается. И если ты неподвижно стоишь, не меняешь положение тела, то ты все проходишь все эти стадии во время молитвы. И 65 минут получается цикл такой вот хороший, который дает возможность разные сферы твоей судьбы побеждать, преодолевать. Мысленное, эмоциональное настроение, глубокое восприятие мира. Классно же? Вы можете, допустим, даже 3 раза, если стоите, приседать чуть-чуть на 20 секунд. И это не прерывается. Чистка продолжается дальше. Если ты дольше остался, тогда уже прерывается. Понятно? Можешь, допустим, в алмазе сидишь, тяжело стало, по кошачьи встал на 20 секунд, опять в алмаз. Или бабочки сидишь, по-турецки там, сел на 20 секунд, потом опять бабочку. То есть нужны аскезы. В статическом упражнении это аскезы. То есть не просто там развалился и молишься. Неправильно. Давайте посмотрим, как звук от сердца звучит. Молитва всегда в сердце должна происходить. Вот, допустим, я повторяю. А вы смотрите, вибрация где идет. Аллилуйя, 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 аллилуйя Где? В сердце, но глубже. То есть можно в сердце еще углубляться. Вот допустим, Аллилуйя, Аллилуйя, это в сердце. А сейчас Аллилуйя, еще глубже в сердце. Понимаете, глубина зависит от скорости сильно. Если я медленнее повторяю, глубина усиливается от сердца. Допустим, мужчина повторяет, я тебя люблю, тебя люблю, тебя люблю, тебя люблю. Вот, она говорит, слушай, ты можешь как-то помедленнее сказать? Он такой, я тебя люблю. Нормально, да, лучше, да? Ну что, думаете, у Бога как-то по-другому что ли? Вы им повторяете, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Ему понравится, нет? Богу даже придурке нравится. Но лучше как-то поспокойнее отношения строить. Ладно, хорошо, вы это поняли. Итак, первая стадия побед над судьбой, это уменьшение океана страданий. Пока ты не уменьшишь океан страданий, ты не сможешь ни разобраться в ситуации, ничего понять. Вот, допустим, молодой человек меня спрашивал, что делать? Учиться или жениться? Это классический вопрос с древних времен. Мы знаем, даже когда мы изучали этого Грибоедова, там тоже учиться или жениться. И здесь невозможно, никто тебе не ответит на этот вопрос, пока ты сам не сможешь помолиться. И поэтому всегда человек во всех вопросах должен пройти первую стадию побед над судьбой. Это уменьшение океана страданий, чтобы в твоем сердце наступил покой. Вот муж ушел, а тебе нормально. Спокойно стал. То есть страдания есть, но оно тебе не тревожит. Я вас любил, любовь еще быть может, душе моё гадство не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. И не печалит вас ничем. Ну то есть уже меньше не тревожит. Понятно? С этого момента у человека включается разум, потому что страдания мешают включить разум. Разум означает, что ты трезво подходишь к тому, чтобы решить вопрос. Разум и страдания несовместимы. Или ощущение горя, страдания. Человек, когда страдает, он не может соображать нормально. Не может принимать решения. У него разрывается сознание. Поэтому для того, чтобы в жизни что-то решать, человек должен хотя бы пройти первую стадию победной судьбы. Это спокойствие в сердце. Вот здесь становится нормально. Но когда человек проходит первую стадию победной судьбы, к нему приходят испытания определенные. Проверка на вшивость называется. Один мужчина, от него ушла жена. Люди, как воспринимают некоторые? Надо возвращать жену, молиться, чтобы возвращать жену. А надо как воспринимать? Молиться, чтобы пройти три стадии победной судьбы. Понятно или нет? Ну то есть ты вроде бы возвращаешь жену, молишься. А на самом деле ты проходишь три стадии победной судьбы. Потому что когда ты прошел три стадии побед над судьбой, твоя судьба от жены зависит или нет? Нет. Да, мой хороший, представляешь, не зависит. Вот. То есть пока ты не прошел три стадии побед над судьбой, твоя судьба зависит от жены, которая тебя бросила. И ты постоянно о ней думаешь. Но как только ты прошел три стадии побед над судьбой, ты свободен становишься от этих мыслей. Она может вернуться, даже если ты все три стадии побед над судьбой прошел, а может не вернуться. Почему? Потому что у ней есть выбор. У ней все возможности вернуться будут. У ней появится совесть, она все поймет, осмыслит. Но может быть она уже там в новом браке, у ней там уже беременность. Ты же не знаешь, какие у нее обстоятельства жизни. Она уже не может вернуться. У нее новая жизнь пошла. Все. Понимаете? И тогда что происходит? Тогда происходит то, что тебя, как бы мимо тебя летящей походкой, проходит следующий экземпляр. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Я вспоминаю. Я вспоминаю тебя вспоминаю. Та радость шальная прошла, как заря. Понятно, да? То есть, Бог тебе посылает следующий экземпляр. Новую судьбу. Новый бразильский телесериал. То есть, старый уже закончился, последняя серия. И новый теперь же. Понятно? Ну, то есть, если человек проходит три стадии победы над судьбой, то он не зависит от судьбы. И судьба ему дает то, что ему нужно в жизни. Или возвращает то, что было, если это возможно. Или не возвращает, а дает что-то новенькое. Поэтому всегда человек, чтобы победить судьбу, должен пройти три стадии. Первая стадия – это спокойствие в сердце. Страдания уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Доложатся до телячьего копытца. И в человеке возникает спокойствие в сердце. На этой стадии есть испытание на вшивость. Это насколько ты реально хочешь побеждать судьбу дальше. У меня был случай, один мужчина такой очень разумный. У него ушла жена, и он был в страданиях такой. Пришел на лекцию, весь такой горит, страдает. Ушла жена. Говорит, что делать? Я говорю, три стадии победы над судьбой. Он понял, как молиться все. Начал по утрам молиться. И он через месяц, когда пришел на лекцию, он прошел первую стадию победы над судьбой. У него океан страданий превратился в лужицу от телячьего копытца. Ему стало спокойно в сердце. Он вспоминает жену и спокойно. Это не значит, что она уже вернется. Это 33% победы над судьбой. Три круга победы над судьбой. Он только первый пошел. Значит, еще ничего не произошло, кроме того, что ему стало спокойно. Я говорю, ну что, молодец, давай на второй круг судьбы переходи. Такой смотрит на меня, говорит, Олег Геннадьевич, а нафиг вообще это надо? Столько девушек, я смотрю, хороших, на лекции ходят, красивых, верных. Она дура, меня изменила, блин. Я должен ее возвращать? Мне и так хорошо сейчас. Человек правильно размышляет или нет? Ну, с одной стороны, правильно. С какой стороны, правильно он размышляет? Ну, с той стороны, что если изменил, значит, дура. Нормальные люди не изменяют. С этой стороны, правильно. А с другой стороны? А с другой стороны, если он три круга судьбы не пройдет, то он второй круг поймает со второй женой. То есть, если он, как бы, если он не отсидел, то ничего не сделаешь. Поймают, опять посадят. Ты не можешь сбежать. Первый круг прошел, сбежал, вернули, дали еще больше срока. Сидишь дальше. Ну, то есть, не работает система. Так? Что надо делать, получается? Надо молиться, дальше возвращать жену, которую ты не хочешь возвращать. Вот такой парадокс получается. Тебе уже хорошо, тебе не надо ее возвращать, а надо Феде. И ты и дальше молишься. Второй круг судьбы — это уже не внутри тебя, а между тобой и другим человеком. Может, директором завода там, или между тобой и институтом медицинским, который ты не можешь поступить. Или между тобой и войной. Ну, то есть, второй круг судьбы — это ниточки связи наши с окружающим миром. Понятно? И вот, допустим, жена бросила, какая ниточка связь у тебя, как она выглядит? У тебя там отчаяние, боль, неприязнь к человеку, злоба там. Что хочешь там, все, полное дерьмо вообще. Связь наполнилась говном. Воняет. Чего смеетесь? Я у вас у всех вижу связи, у вас много воняет связи. Столько накопили интересного. Нельзя сердце сохранять вот эти связи, которые воняют. У тебя сердце, душа вонять будет каждый день. Надо очищать. Очищать означает светлая память о человеке остается. Больше ничего. Благодарность за все, что было хорошее. А плохое ты стараешься не помнить. Итак, очищаем второй круг судьбы, да? Молимся дальше. Память о Боге опять. Все то же самое, ничего не делаем. Славим Господа и как бы говорим в сердце перед молитвой. Ну, очищаем память о человеке. Все. Ниточка, связь очищается. И начинаешь очищать вот эту память. Славить Господа. Славишь, славишь, славишь Его. Сначала ты вообще даже на нее думать о ней не мог. Не то, что там поговорить даже. А если ты прочищаешь половину этой ниточки свою, ты прямо нормально можешь поговорить с человеком. Все спокойно. Ты не то, что согласен, типа изменила, молодец, ничего страшного. Нет, просто ты можешь простить человека и с ним разговаривать по-человечески. Потом следующая половинка, это ее ниточка. Она уже, ты дальше молишься, она дальше с тобой уже может разговаривать нормально. Она к тебе меняет свое отношение. Это так молитва действует. То есть у тебя ниточка восстанавливается и полностью нормальное отношение. Ты можешь разговаривать, общаться с человеком. Не то, что ты согласен, но она говорит, я как бы живу нормально, у меня все хорошо. Привет, Вась, как дела? У меня все нормально. У меня нормальная сейчас жизнь. Я с тобой плохо жила. Теперь у меня хорошо. У меня такая любовь, такая к моркови. Вот. А ты как бы нормально, спокойно относишься. По-доброму. Да-да, мой хороший. Это у меня так один парень возвращал жену. Она свалила прямо с ребенком от него в другом мучении. И он эти стадии прошел. Сначала спокойствие в сердце. Потом очистил связь и начал с ней разговаривать по-доброму, дружить, как будто как дружба пошла у него. Ну, а не насчет ребенка, там как, чего. Все, у них совместные отношения через связь с ребенком. И он все время со мной советовался, говорит, а как дальше? Я говорю, дальше будет третья стадия победы над судьбой. А третья стадия внутри нее уже происходит. Она начинает, совесть включаться у нее начинает в сердце. Он молится, а у нее совесть начинает жить, дышать. Она же грех совершила, грех совесть выключает. Человек вообще не понимает, что он грешит. Думает, что он нормально все делает. Совесть выключается. Человек хочет выключить совесть, она выключается. Это непосредственно молитва, верно? Что делать? Он меня бьет, ругает. Мне что делать с ним? И он объясняет, как правильно себя вести с ним. Она идет, пытается это делать. Потом пришла советоваться, так и осталась дома. Назад уже не пошла туда. Все. И потом вместе пришли меня благодарить, что я спался к семью. Когда он рассказал, как он молился, убеждал судьбу, вот этот путь весь прошел, она пришла и благодарила меня, что и мужа вернул, ребенку, и что вот у нее все теперь нормально. Не так всегда, а везде. Вот у вас непреодолимая судьба. Судьба, что делать, человек пугает. Она говорит, у тебя ничего не получится. У тебя безнадежный случай. Иди к астрологу, узнаешь, точно тебе подтвердят. А судьба же, она через астролога действует. Вы что думаете? Она просто сама действует по себе. Астрологи вне судьбы. Он тебе скажет, да, у тебя два брака. Первый у тебя закончишь, скоро второй. Все. Или осеннее пальто можешь не покупать. Ну, он тебе скажет. Ну, и тебе скажет то, что судьба говорит, то он тебе скажет. А? Когда венчаются в судьбе, то венчание? Венчание – это удача. Ты провенчался, и Бог уже будет спасать семью. То есть, когда расписываешься в ЗАГСе, это родственники спасают, это социальная сила включается. Просто говорят, ты че, ты же жена, ты когда-то че ты делаешь? У тебя жена твоя натуральная, как бы, как это называется, законная, натуральная, неиспорченная. Вот. А так, когда они не расписались, он говорит, ну, это не была жена же у тебя, это у вас сожительство там. Как не была жена? Это была, если у вас ребенок появился, вместе живете, Бог вас соединил, все. Думаете, человек в ЗАГСе расписывается, что ли? Вместе живете, значит, муж-жена. Просто это называется неоформленное отношение. Но они есть. Люди обманывают сами себя. Бог-то наказать будет одинаково, что расписали, что нет, какая разница. Ну, ты че? Ивлея поймали, бить начали. Он говорит, у тебя по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту. Мы, говорит, тебя не по паспорту же бьем. Понятно? Богу все равно. Че у тебя там расписан, не расписан. Он вас женил, все. А если вы повенчались еще, то вы клятву Богу уже даете. Если вы ее нарушаете, Бог будет пытаться сохранить. Через наставников он будет действовать, через духовных людей. Говорят, вы же венчались, дураки, че делаете, блин? То есть Бог будет через людей духовных спасать ваш брак тогда. Поэтому люди венчают, чтобы Богу защита от Бога еще пришла, не только от родственников.